Костромской парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Во главе парадного строя командир полка, полковник Олег Шмелёк. Полк является первым в российских вооружённых силах, достойным высокого звания ударный. Домарша, Московский пограничный институт ФСБ России. Парадный расчёт подглавляет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Сегодня в строю внуки и правнуки пограничников, первыми принявших удар врага в первые дни войны. На брусчатке Красной площади военнослужащие 45-й гвардейской берлинской инженерной бригады возглавляет парадный строй полковник Роман Брикульский. Благодаря военным инженерам успешно проведены десятки оборонительных и наступательных операций Великой Отечественной войны. На главной площади страны военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко возглавляет парадный расчёт начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии успешно выполняют свои обязанности в войсках. В парадном строю курсанты военной академии связи имени маршала Будёнова возглавляет парадный строй начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. Более ста лет академия готовит командиров и инженеров для подразделений связи российской армии, а также для вооружённых сил более чем сорока иностранных государств. На Красной площади военнослужащие железнодорожных войск. Их представляет 38-я отдельная железнодорожная бригада. По главе строя командир бригады полковник Игорь Орлов. Более ста семидесяти лет воины-железнодорожники выполняют самые сложные задачи, кратчайшие сроки и с высоким качеством. Проходит парадный расчёт военной полиции вооружённых сил Российской Федерации. Возглавляет строй подполковник Виталий Пекалов. Военные полицейские достойно выполняют специальные задачи, в том числе и за пределами России. Во брусчатке Красной площади проходит парадный расчёт Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчёт начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченков. Во всём мире выпускники Академии признаны одними из лучших при ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении человеческих жизней. До марша парадный расчёт отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Войск Национальной гвардии Российской Федерации по главе с командиром дивизии генерал-майором Дмитрием Черепановым. С парада 1941 года военнослужащие дивизии уходили на фронт защищать Москву. А в июне 1945-го на параде победы бросали к подножию мавзолея знамёна и штандарты. Продолжение следует...